Можно сказать, моя мечта сбылась. Этот кубик просто вау в прямом и переносном смысле. А будет ли в нем игра кубик Рубика? Xiaomi не стоят на месте и продолжают удивлять нас не только своими умными гаджетами, а еще и умными кубиками Рубика. А я думал, что кубик, который они представили еще весной 2018 года, окажется единственным и последним. Мне казалось, что они не серьезно заходят на этот рынок, так сказать ради галочки. Но как мы видим, нет. Разработчики на этом не останавливаются и постоянно что-то допиливают и в кубе, и в программной части, что тоже очень немаловажно. После первой модели появился гикер i3s с синими наушниками. А теперь гикер i3s обновил свой вид и получил черные наушники, а также была обновлена упаковка. В общем, кубик и упаковка получили более строгий и современный дизайн. Но этими моделями не ограничивается ряд умных кубиков Рубика от Xiaomi. Не так давно в США, а именно в Лас-Вегасе проходила выставка CES, в рамках которой были презентованы разные умные гаджеты. Вообще выставка посвящена разнообразным технологичным штукам, начиная от телеков и заканчивая летательными аппаратами. И там же был презентован в том числе и новый умный кубик 2х2, само собой от компании Гикер. В сети появились его фотографии, и я очень рад, что ниша умных головоломок не только не стоит на месте, а еще и стремительно развивается. Вообще умный кубик от обычного отличается тем, что помимо самого кубика, напичканного всевозможной электроникой, датчиками и всякими штуками, у него еще есть и программная часть. Проще говоря, это программное обеспечение в самом кубе и приложение на телефоне, с которого происходит управление. В совокупности разработка умного кубика во много раз сложнее, чем разработка обычного кубика. И даже несмотря на это Гикер активно развивается. И я считаю, что нужно поддерживать как минимум информационно. Если есть возможность, то и рублем. Я знаю, что примерно 80% просмотров на моих видео поступает от людей, которые не подписаны на канал. Скорее всего вы мои видео смотрите не в первый раз. Если вам нравятся мои видео, то я очень рассчитываю на вашу поддержку. Подписка на канал ничего не стоит, а вам подписаться несложно, а мне приятно. По вашей активности я пойму, что мое дело востребовано и необходимо. Я буду с большим удовольствием продолжать заниматься созданием видео на тему спидкубинга, головоломок и прочего. В прошлом видео я рассказывал про обновление приложения, что мини-игры обновились, обучающая часть тоже обновилась, что немаловажно для начинающих. И самое крутое, что появилось в гикере, так это то, что он себя начал позиционировать как глобальный международный проект. Спидкубинг без границ. То есть именно то, что я говорил в самом первом видео, что спидкуберы по всему миру будут через приложения подключаться и соревноваться со спидкуберами на другом конце планеты. Все это будет заноситься в общий рейтинг, и будут начисляться очки и так далее. А самое главное, что при такой системе исключено жульничество. Можно сказать, моя мечта сбылась. Гикер 2х2 это логическое продолжение кубика 3х3. Абсолютно любой производитель после трешки выпускает 2х2. Хотя бы вспомните тот же самый Ган. В общем, гикер 2х2 по функционалу не должен практически отличаться от трешки. В нем должно быть обучение, скоростная методика и мини-игры. В принципе, все игры, которые есть в 3х3, они могут быть 2х2. А может быть будет еще и что-то новенькое. Пока информации про это, к сожалению, никакой нет. Но у гикера есть одна небольшая проблема. Он немного деревянный в плане кручения и настройки. Его вообще в принципе нельзя настраивать. Но я при этом видел, как ребята собирают его за 6 секунд. Я был очень удивлен. Я боюсь, что кубик 2х2 будет послабее, чем трешка. И окажется довольно грустным. Потому что, как я уже говорил, неоднократно у двойки строение более сложное и нестабильное относительно 3х3. И выходит, что 2х2 сделать тяжелее. Например, Ган уже выпустил несколько двушек и они довольно скромно крутятся. Так что ждем сразу гикер 2х2 в2. А потом уже ждем умный кубик Рубика 4х4. А может быть я ошибаюсь и кубик 2х2 будет отличным. Будем на это надеяться. А если вы хотите сделать правильный выбор, но при этом плохо разбираетесь в кубиках или не разбираетесь вовсе, хотите полностью избежать рисков покупки некачественного кубика, то лучше всего его купить в специализированном магазине, таком как ProCuber.ru. Его основная специализация это головоломки для спидкубинга. И каждая головоломка отлично подходит для спидкубера от начинающего уровня до профессионала. Помимо этого, каждая головоломка проверяется вручную. И вы никогда не купите здесь что-то бракованное. Выбор головоломок не ограничивается бюджетными вариантами. Также есть кубики дороже, а также много разных головоломок, которые помогут скоротать не один вечер. Самые низкие цены в России, быстрая доставка, все это только на ProCuber.ru. Переходи и выбирай то, что подходит именно тебе. Блуждая по гаджетам на той же самой выставке в Лас-Вегасе, я наткнулся на ребят, которые называют себя Вау-куб. И это было действительно Вау, в прямом и переносном смыслах. Это кубик, который из себя представляет кубик Рубика 2х2. Но это далеко не обычный кубик, а напротив, это умный гаджет. Что-то вроде игровой консоли. Этот кубик состоит из 8 кусочков, каждый из которых включает в себя по 3 дисплея и одному микропроцессору. Эти дисплеи в свою очередь придают интерактивность головоломке. Вау-куб, так же как и гикер, оснащен кучей датчиков, а так же в нем есть гироскоп, что позволяет ему определять положение в пространстве. Как я понял, в кубике уже предустановлена операционная система, на которую будут устанавливаться игры. Или они уже сразу предустановлены. Это на самом деле не критично, но разработчики оставляют возможность создавать игры для сторонних разработчиков. Собственно говоря, как и любая другая площадка, типа Google Play или App Store. На самом деле вклад сторонних разработчиков в какую-то площадку, гаджет или сервис довольно высок. На данный момент я видел несколько полноценных игр. Игра с шариком, который нужно провести через лабиринт. С трубопроводом, который нужно починить. Игра со словами, лабиринт и космический платформер. Выглядит это очень залипательно и любопытно, так как любая двумерная игра в 3D выглядит на порядок солиднее и интереснее. Здесь же не просто трехмерное пространство, еще уже можно крутить грани кубика, что делает игру динамичнее и интерактивнее. Это на порядок круче и придает уже известной игре, можно сказать, вторую жизнь. Разработчики Вау Куба заявляют, что игр будет намного больше, уже ведут работы над крутыми платформерами. И уже идет стадия переговоров с японцами-разработчиками легендарного Пакмана, чтобы в будущем портировать его на Вау Куб. А японцам в свою очередь эта идея очень приглянулась. И они считают Вау Куб перспективной штукой. Так что я думаю в будущем мы сможем увидеть Пакмана на Вау Кубе. Самое удивительное в этом кубе это то, что его придумал школьник. Вся идея этой штуки полностью принадлежит ему. Он ее рассказал своему отцу, а отец сначала воспринял несерьезно. Но пообщавшись со своими коллегами, поменял мнение и после этого они приступили к разработке первых прототипов. На заднем дворе своего дома. Прям как Apple тоже начали свое дело практически в гараже. Школьник сам в программе смоделировал детали и напечатал их на 3D принтере. Первые прототипы были основаны на микрокомпьютере Ардуино. Может быть вы слышали такой. Довольно популярная штука среди умельцев. А позже уже обновляли железную часть на более мощные железки и дисплеи. Когда уже получилось что-то более-менее вменяемое, ребята принялись искать инвесторов и отправились на краудфандинговую платформу. И в итоге привлекли на этот проект более полумиллиона долларов. В итоге сейчас команда проекта насчитывает уже больше 10 человек. В том числе разработчиков, спецов по связям с общественностью и много кого еще. Такая штука здорово развивает пространственное мышление и ориентирована скорее больше на детей. Но при этом никакой взрослый, я уверен на 100% не отказался бы позалипать вечерком в такие игры, так как это что-то кардинально новое, то чего раньше не было в ностальгической оболочке в виде кубика рубика. Я бы такую штуку себе хотел, если бы она стоила не очень дорого, но есть ощущение, что она будет очень дорогой. Может быть что-то в районе 100-200 долларов или 5-10 тысяч рублей, если переводить на русские деньги. Помимо этого, кстати, если гаджет надоест, его можно использовать как настольные часы-будильник, термометр, а также в образовательных или развивающих целях. Но до этого он мне кажется пока далековато, он все-таки больше про игры. Разработчики уверены в успехе своего гаджета и считают так, потому что люди постоянно что-то любят вертеть в руках. Даже на подсознательном уровне. И этот кубик как раз будет выполнять эту функцию. Плюс это не какая-то очередная консоль, а что-то кардинально новое, чего еще раньше не было. По словам разработчиков, на выставках, на которых они выступают, дети проявляют нереальный интерес к такому умному кубику. Всем хочется попробовать, покрутить и возможно даже прикупить себе. Напишите мне в комментариях, вы бы хотели себе такой гаджет, невзирая на цену? Насколько это вообще любопытная тема для моих зрителей? И самый главный вопрос, наверное, для разработчиков. А будет ли в нем игра кубик Рубика? Если тебе понравилось это видео и ты хочешь больше видосов про разные новинки, умные гаджеты, то поставь лайк и напиши комментарий, что думаешь по этому поводу. Обязательно подпишись на канал, чтобы не пропустить новые, еще более крутые видосы. Также не забывайте подписываться на мой второй канал, на котором я тестирую кубы. Подписывайтесь на мои инстаграмы и вступайте в паблик ВКонтакте. Добавляйтесь в друзья, буду рад всем, все ссылки на соцсети будут в описании. Большое спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео. На этом у меня все, с вами был ProCuber. Собирайте кубики.